Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев. Итак, начинается новая ключевая развязка на нашем канале. Все мы помним карьеру за Краснодар. Она завершилась замечательно. Мы выиграли чемпионат Кубок России и Лигу Европы. Теперь мы решили на PlayStation новое FIFA на нашем канале. И начнем мы карьеру теперь уже за Juventus. Давайте создадим что-то похожее на меня. И будем приступать уже к самой карьере. В своих планах на эту карьеру я скажу чуть попозже, когда мы уже будем знакомиться с составом. Итак, ну и вот такой будем персонаж использовать. Легендарный 5 минут. Составы будут у нас свои текущие. Потому что там уже и Кричан Роналдо в Juventus и Буфон играет уже за PSG. Итак, вот наша группа в Лиге Чемпионов. Порто, Базель и Хофенхайм. Мне кажется, должны здесь все проходить. Итак, поехали. Так, запретить это все. Ну, далее. Итак, новый тренер из Life задумывается насчет Juventus. Назначен тренером клуба Juventus. Для многих такое решение стало неожиданностью. Это решительный человек. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. И вот Juventus купил Блейза Матьюди. И Juventus, скорее всего, не купил, а выкупил, может быть, все-таки Шестни. Итак, нам предлагают на претензионный турнир. Давайте мы согласимся и выберем вот этот, наверное. Потому что здесь из соперников, если только смотреть, это Барселона, Бавария и Реал. Так что, поехали. Именно мы в этом турнире будем участвовать. Итак, давайте познакомимся с командой. Так, Кавасаки, Фронт, Челси и Барселона. Наши соперники. Так, сейчас мы все рассмотрим, какие нам задачи будут давать. Ну что ж, давайте сначала посмотрим задачи. Итак, развитие молодежи. Это средний. За два сезона заиграть хотя бы одного подписанного в первом сезоне игрока из Молодежной Академии. В не менее 50 игр следующего сезона. Ну, это средний приоритет. Главное, это популярность марки. Нужно 200 миллионов евро от продажи футболок за сезон. Вообще, это возможно. Также еще надо 20 миллионов доходов от ТВ. Ну, это призовые за три сезона надо. Также финансы это низкий. Нет задач их вообще. То есть, с финансами можем делать, что хотим. Домашний успех это и выиграть чемпионат, и кубок. Ну, это всегда понятно у Ювентуса. И выиграть Лигу чемпионов с таким-то теперь составом. Что насчет состава? Давайте разберемся. Во-первых, я вижу Ювентуса не по такой схеме, а вижу... Так, где она была? Вот, атакующая схема 4-3-3. Слева у нас будет Дуглас Коста. По центру у нас будет Крещано Роналло. Справа у нас будет... Пока что это Бернардеск. Сейчас объясню, почему. На Цапнике у нас будет Павла Дибала. Здесь это Пьянич и Хадира. Итак, слева в обороне это Александра. Будет здесь Килинь и Бенатия. Легштайнера надо, наверное, тоже нам все-таки продать, чтобы было все по правилам. Ну и счастливый будет на воротах. Также мы постараемся купить Перин. Но это все попозже сейчас все сделаем. Пока что пусть остается все так. Итак, смотрим, что мы делаем. Во-первых, правый фланг, как видите, я поставил Бернардеск, хотя я мог поставить Куадраду. Мы продадим Куадраду и продадим Игуаина. Зачем такие две? Ну, можно сказать, главное насчет Игуаина это точно две сделки Игуаина. Я хочу продать, чтобы купить на правый фланг Гаррета Бейла. Мне кажется, вот Роналдо и Бейл это будут просто невероятных. Два игрока Реала, которые перешли в Ивентус, будут просто разрывать нападение. Естественно, останутся должны деньги, так как у нас еще и бюджет останется. Я хочу купить в полузащиту это Александр Головина. Посмотрим, как он будет прогрессировать. Ведь действительно ему раньше сулили в Ивентус, с Роналдо бы играл, но он выбрал Монако. Также продадим Лихштайнера и посмотрим, это уже будет зависеть там от ситуации. Пока же здесь только Дешильо. Так что пока что вот таким я вижу этот состав. Давайте теперь поговорим о втором составе. Так. Теперь будем делать новый состав. Это будет второй, который могу я выпустить на те матчи, которые меня менее волнуют. Самые важные, чтобы отдать, передохнуть первому составу. Итак, слева пока что здесь будем искать эти проблемные позиции. Манджукич. Справа будет пока что, но это Бернардески, потому что Бейла попытаюсь его купить в первый состав. Вместо Дебала Маркизио. Хэдиро. Ну и давайте Стураро. Слева у нас будет Осамо. Здесь Барзагли и Хевидис. Ну и справа пока что Дешильо. Но исчезнет, потому что пока что некого нам вместо него. Будем думать еще и над этой ситуацией. Может быть даже Головина не будем брать. Попробуем вот два состава хороших. И также нам еще нужен левый полузащитник. Хороший. На позицию Дугласа Коста. Видите, что он в двух составах задействован. Так что давайте начнем с самого начала. Главная сделка для меня это пока что Гаррет Бейл. Потому что охота его затестить. Все это дело в Ювентусе. Гаррет Бейл, ПФАшник, 27 лет. Вроде все замечательно. Список трансферов. И давайте на левый фланг. Я пока что не знаю, кого вообще нам брать сюда. Пока что это будет для нас вопросная позиция. Давайте зайдем в центр составов. Итак, ну поехали. Счезни. Так, это все понятно. Дешильо. И Лихштайнера. Лихштайнера мы продаем. Так, идем дальше. Много-много игроков. Беннати, Ругань, Кириди, Ходи Александру. А само Матьюди, Бернадеш, Квадрада мы продаем. 29-летний правый полузащитник. Так, есть, есть игроки хорошие. Ну вот этих пока что оставим. Спинозола есть, но он в аренде сейчас, в таланте. Кастанос мы. Давайте его пока что в аренду отдадим. Потому что мы с таким рейтингом просто не вижу его. Егоина мы ставим на трансфер. Роналду остается. Ну и все. Пьяко. Вот Пьяку бы, если бы вернули бы, может быть что-то и было. Но пусть пока что он играет. Пока что подумаем. Так. Ну и все. Мы пока что все сделали. Теперь будем сейчас думать. Так, ну Манджукича, наверное, здесь мы покачаем ситуацию в атаке. Чтобы у него завершение получше было. Также попробуем Бернадешки прокачать. Кто может быть как-то будет конкурировать с Бейлом. И Паула Дебалу. Это важный игрок в составе. Очень молодой и с высоким рейтингом. Ну и руганье. Пока что только будем перспективных вот таких вот качать. У которого, ну Манджукич не в счет. Ну и счастлив здесь. Чтобы все-таки мог быть хороший для нас голкипер. И так. Давайте перейдем. Так. В центр трансферов. Что там еще по зарплате у нас? 417. А что там по зарплате? Так. 370. Зарплату, мне кажется, они не будут за него сильно и ломить. Вот так вот пока что. Но это действительно мало мы видим. Поэтому мы даже сейчас не будем лезть к Реалу с такими предложениями. Пока что Бейла мы только попробуем подписать в начале. Это после того, естественно, как если у нас получится продать Игуаин хотя бы. Вот если мы продадим Игуаина, у нас уже будет определенная сумма, чтобы купить Гаррета Бейла. И приходит нам предложение. Уже, наверное, Стефан Лихштайнер. За 4... Так. Тут уже Киелине. Но вот Киелине мы точно отклоняем. Потому что у нас оборона должна быть хоть какая. Ну давайте начнем переговоры с Дортмундской Баруси. И Лихштайнер туда, наверное, перейдет. Итак. Сделаем новое предложение. Мне кажется вообще, что... Давайте не за такую сумму, но хотя бы по трансферу, по рыночной стоимости. Хотя можем попробовать за 6 миллионов. Подаем предложение. Все. 6 миллионов нам отдадут за Стефана Лихштайнера. Понятно, что можно просьбу. Бентак Тур хочет состав. Против Челси я... Сейчас посмотрим, что там по матчам. Так. Ну здесь можно какой-нибудь гибридик собрать. За Барселону нам обязательно нужно играть первым составом. Давайте тогда вот здесь вот... Выйдет второй состав. Против Челси. Посмотрим, что из этого выйдет. И выпустим Бентак Тур. Тогда вместо... Или Сто Рара там попросил. Секундочку. Да, Бентак Тур попросил. Поэтому мы его и... Возьмем в состав. Сто Рара пока что пусть отдохнет. Ну давайте тогда вместо... Вместо кого? Вместо Квадрадо возьмем... Пинзоглию. Так. Ну что же, поехали. Для нас это первый матч. Ювентус Челси. Играем вот этим составом. Ну думаю... Ну здесь, естественно, должно что-то пойти не так. Потому что мы играем на Легенде. Это во-первых... Да, я играл и на Легенде в Краснодаре. Но там мне как-то было удобнее играть именно на том геймпаде от Иксбокса. Теперь я пытаюсь переходить на геймпад от Плейстейшена. Немного, конечно, непривычно. Время у меня и было переходить на него. И что-то вроде уже начало у меня с ним получаться. С этим геймпадом. Итак. Предсезонный турнир. Азин Элит Кап. Ювентус против Челси. Естественно, и Челси выпустили. Немного второй состав. И мы начинаем. Ну давайте. Поехали. Манджукич на Маркизио. Ну вот Дуглас Коста у нас главное звено в нападении. Которого пока что нету. Замены. Ну-ка, отдать обратно. И Маркизио первый хороший удар. Отлично. Бентак Тур с мячом. Увидел он Бернардески. И внимание. Ухот. Аспликует уходит в мяч. И промахивается с запа Коста. Виллиан играл с самого начала. И Манджукич шикарный гол головой. От этого Хорвата просто нельзя ожидать другие голы. Он забивает и забивает только, наверное, головой. С таким-то ростом действительно. И выводит вперед на 60-й минуте Марио Манджукич. Великолепная передача на Маркизио идет. И идет на вес. И в противоположный угол бьет Марио Манджукич. Кабалера просто не справляется с таким мощным ударом. Марио Манджукич. Первый гол за Ювентус в предсезонном турнире. Неплохо, неплохо. Пытается. И Антонио Конте делает свою последнюю замену. Выходит Мозес. Вместо Алонсо. И какой шикарный гол забивает Альвара Марата. В касание с углового. И здесь уже, честно, не справляется. Шикарный, друзья, гол в девятку от Перекладины. Теперь нужно забивать и выходить снова вперед Ювентусу. И Маркизио вот так вот просто с развода мяча, как говорится, с кик-оффа. Можно сказать, забивает. И все, друзья. 2-1. Итальянец отдал голевую передачу на Манджукича в практически прошлой атаке Ювентуса. А теперь уже здесь сам забивает с голевой от Крещано Роналдо. Вот так вот и тоже от каркаса ворот залетает этот мяч. Ювентус просто так не отдаст эти три очка. А если с дальней дистанции Маркизио хорошо здесь приложился. Ну и Хедира попробовал. Если он думает у Маркизио получилось с такой дистанции неплохо пробить, то и ему тоже можно. И действительно вот удары хорошие прям пошли. Отдает голевую на Маркизио. Но нет, это не голевая. Это был опаснейший момент. И удар. И все, друзья. Мог сейчас Виллиан сравнивать. Но Ювентус одерживает победу 2-1. И это первая победа наша. Отлично. 2-1. Клодио Маркизи, естественно, лучший игрок. Он забил и отдал голевую. Барселона тем временем обыгрывает 4-1 Кавасаки. Бавария 4-1 Ураву. И Реал обыгрывает Йонбук Хэндай. Итак, есть одно сообщение. Спасибо за возможность. Но это понятно. Матч с Барселоной. И Гуаина пока что... Нет, вот Куадрада как раз могут продать. Купить точнее. Давайте начнем переговоры. С Почетину. Вот. Приветствуем. И сделаем новое ему предложение. Мне кажется, что он стоит 43. Подаем предложение. Да, за 43 миллиона согласен купить Куадраду. И действительно, это та цена, которую реально купить сейчас Куадраду. Причем, что ему 29 лет уже. Так, нашел всех, но эти мне не нужны. Работа со сборными, да. Итак, теперь вот уже выходит мой первый состав. Давайте Куадраду дадим шанс проявить. Все-таки это последний для него может быть матч. И он перейдет. Футбольный клуб Тоттенхэм. Будет покорять теперь английскую премьер-лигу. Также Лихштайнер сегодня играет. Может быть, последний матч. Он перейдет только уже в немецкую команду, в Дортмундскую Боруссию. Ну и Лионель Месси против Криштиану Рунальду. Все замечательно, все готово к этому матчу. И все готовы. И поехали. Переходим к самому матчу. Снова же на этом стадионе Барселона-Ювентус. Итак, в составе ли есть Лионель Месси? Сейчас мы это узнаем. Но есть Луис Суарес. Похоже, Лионеля Месси на поле нету. Да, так и есть. Ну и можно сказать, Барселона тоже практически стартовым составом. Силсен на воротах только и нету Лионеля Месси в стартовом составе. Ну вот, Луис Суарес 1-0. 15-я минута матча. Шикарная развязающая передача на него. И уже тут Келлини просто отлетает. И Луис Суарес забивает Добль уже за 5 минут. 20-я минута, счет 2-0. И действительно, Барселона справляется без Лионеля Месси. Пако Алькасар. Выход практически 1 на 1. Чес не тащит. Отлично. Нереализованный выход 1 на 1. И тащит Чесный. Третий гол пока что он не пропускает. И выходит, я так понимаю, да. Лионель Месси вместо Пако Алькасара теперь. Янич неудачно выносит мяч. Тащит Чесный. Будет угловой. Давайте выпустим вместо Куадраду Манджукича. И Луис Суарес забивает хэд-трик. 72-я минута подача с углового. И 3-0 проигрывает сейчас Ювентус. Ой, 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 ой. Честный, ты великолепен сейчас просто был. Потому что я уже думал, сейчас на ногу Лионелю Месси отскочит мяч. А так и есть. Лионель Месси на 90-й минуте уже забивает. И счет 4-0. И проигрывает Ювентус. С счетом 4-0. Суарес, естественно, забирает мяч. Его хэд-трик. Обидно, но это первое поражение. Вообще должны были и мы здесь забирать очки. Итак, сейчас будет нам обыгрывать нужно обязательно Кавасаки. И тогда мы выходим. Так что не особо это для нас было поражение от Барселоны. Мы просто посмотрели, что действительно вот эта наша команда, она не готова сейчас бороться с главными лидерами европейского футбола. Три сообщения. Стефан Лиштайнер продан, а сама хочет в состав. Так. Давайте теперь насчет правого защитника. Это будет Белерин, мне кажется. Он отлично должен вписаться. Эктор Белерин. Правый защитник лондонского арсенала. Вообще шикарный он игрок. И он должен и успевать. Так что мы уже даже сейчас свяжемся и постараемся купить его. Пообщаемся мы сейчас с Арсеном Венгером. Предложим цену трансфера. Мне кажется, за 20, давайте, 3 миллиона мы можем подписать. 25 хотят. 25 хотят. 25 600. Можем мы подписать Белерина. Ну и теперь уже договариваемся с самим игроком и его агентом. Поехали. Итак, ключевым должен быть, потому что у нас ушел игрок из стартового состава. Поэтому. Так, я думаю на 5 лет. Все устраивает. Отступные игнорируем. Ну и зарплата. Давайте. 95. Ну и 1 миллион как подписной бонус. Попробуем вот так вот. Все отлично. Даже меньше зарплату нам удалось сделать, нежели чем в Арсенале. Так, заходим мы теперь в стартовый состав. И вот ставим Белерина на позицию правого защитника. Но теперь у нас будет играть вообще второй состав. Такой же, как играл с Челси. Коста очень устал, поэтому давайте я выпишу, наверное, Манжукича попробую. Или давайте попробуем. Так, Манжукича. Так, в старте. Давайте Гуаина, что ли, попробуем. Все-таки попробовать за этого игрока стоит все-таки. Чтобы и посмотрели клубы на его игру. И вообще, может быть, получится нам обменять. Вернется тогда Ягуаин в Мадридский Реал. У этих игроков, которые сейчас на поле выйдут, у многих хорошая форма. А вот у Дебау мы видели, что идет форма вниз. Из-за этого поражения 4-0 от Барселоны. Третий матч. Последний. В сегодняшней серии. Трансферов особых и не было. 22 метра до ворот. Уф, а я думал, не умеют. В Японии забивается штрафных. И отлично. Клаудио Маркизиев. Просто шикарный игрок. Забивает второй гол в этом турнире. Посмотрите на всю эту комбинацию. Просто шикарно отдал сюда, туда. В стеночку с Угуаином отыграл. Здесь вот ложный замах. И достает голкипер мяч. Но уже от него залетает мяч в ворота. Второй гол. В групповом этапе. И Бернардески. Какой шикарный гол. Я стал молчать до последнего. Потому что момент был из таких, что вряд ли можно было забить. Но Бернардески. Шикарным ударом. Ножницами. В падении забивает. Но и Маркизиев не будем забывать. Посмотрите, Манжукич навешивает. Прямо на Маркизиев. В касании. Вот эта крестовина. Здесь вот Бернардески. И почему-то не в правую часть ворот, где пусто было. Он именно к голкиперу отправлял мяч. Ну и там прям под перекладину. 2-0 за 4 минуты. Ого! Тасака. Забивает. Не знаю, почему здесь Дешиле. Вообще никак не отыграл. Но пропускаем мы. Еще один мяч. В каждом матче мы его пропускаем. Это говорит только о том, что оборона очень плохо играет. И вратарь в том числе. Отлично! 3-1. Нужно забивать еще, показывает. Бернардески. И шикарный для него сегодня матч. Уже два гола он забивает. Иегуаин. Делает счет 4-1. Все шикарно пока что. Ну, если мы забиваем сейчас пятый мяч, то у нас будет разница мячей. Плюс один в группе. Так что не ноль мячей. 4-1. Мы выходим, я так понял, из группы. Кладио Маркель снова лучший игрок. Челси обыграла Барселону 2-0. Ну, понятно, Барселона играла с нами именно стартовым. Таким стал. Может быть, вторым вышел против Челси. Итак, 4 там сообщения. Куадрада продан. Гонсал и Гуаин. Вот предложение о трансфере. Ну что же, давайте поговорим. Начинаем переговоры с лондонским арсеналом. Снова Арсен Венгер нас приветствует. Сделаем новое предложение. Мне кажется, что все-таки где-то вот 120-то он должен. Так, давайте, чтобы все красиво было. 122 попробуем. Попробуем, конечно. Подаем предложение. Ну, это наше последнее. Ну, да. Цена-то все-таки и правда хорошая за Игуаина. Ну, давайте попробуем 110. Так, ну, говорят, последнее. Это наше предложение. Давайте хотя бы 105-то вы должны нам дать. Что? Каких-то 2,5 миллиона для вас это понятно все. Так что Игуаин пока что не переходит в Арсенал. Так, в Германии также у нас поднялся рейтинг 81. Не знаю, с чем это связано. Но все-таки проиграли Барселоне разгром на 4-0. Ну, давайте попробуем связаться с Гарретом Бейлом. У него отступны, кстати, 127 миллионов. Вот если бы подписали сейчас Игуаина бы. Ну, давайте попробуем вообще. Может быть, обмен насчет Игуаина все-таки это как-то получится сделать. Встречаемся мы уже с Зенитином, друзья, Зиданом. Итак, давайте. Так, обмен игроками. Нападающий. Гонсал Игуаин. Правый вингер. А, у меня есть правых вингеров. Попробуем 89. 111. Ну, это, кстати... Давайте завершим переговоры. Через недельку мы к ним вернемся. Но цену мы хотя бы узнали, сколько они хотят. И мы действительно можем такой суммой располагать. Так что давайте, друзья, на этом все. Мы закончим. Так что, этой серии и так получилось насыщенно. Как бы старт карьеры, да еще и три матча группового этапа. С вами был Андрей Хорев, канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.